Вы на канале Ярослава Фролова. И сегодня поговорим о кроликах породы советской шиншиллы, которые содержатся у меня в хозяйстве с января этого года. До этого я несколько лет занимался и занимаюсь до сих пор, собственно говоря, основная порода у меня это калифорнийская порода кроликов. Она меня абсолютно всем устраивает, но так получилось, что в декабре или в январе я услышал в очередном стриме Евгения Макликова про то, что он вот перешел только на советскую шиншиллу, что у него были то, что и метисы, то есть он делал и сводил советскую шиншиллу с Калифорнии, были отдельно Калифорнии, а тут он остановился на чистой советской шиншилле. Я решил, а почему нет, давай попробуем. Вот. Специально собрал для них клетку, у меня есть это на канале, то есть специально собрал для них клетку. Ну, они, естественно, сейчас уже у меня везде тут, так получилось, что у меня советская шиншилла уже почти приближается к половине населения по сравнению со всеми моими кроликами. Внимание! Данное видео не предназначено для беременных женщин, маленьких детей и для особо впечатлительных. Тут не будет ничего абсолютно страшного, никакой крови, но тем не менее, если вы впечатлительных людей, пожалуйста, не смотрите это видео. Это видео больше образовательное и для того, чтобы мне поделиться своими впечатлениями и мнениями о выращивании кроликов с моими коллегами кролиководовыми любителями. Надеюсь на ваше понимание. Тихо! Вот, свое мнение я скажу чуть позже по советской шиншилле. Сейчас я предлагаю что? Мы сейчас взвесим кролика. Ему сегодня, вчера было ровно четыре месяца. Ну, чуть раньше надо было, конечно, забить, но как-то вот так вот все откладывал, откладывал. А тут как раз повод. Затру у супруги день рождения, ну, и заодно вот покушаем крольчатину, потому что советская шиншиллу я буду забивать первый раз в жизни. Вот, и, собственно, мясо попробуем и посмотрим, что это такое. Сейчас мы делаем как? То есть кролику четыре месяца ровно. А кролились 24 февраля 2018 года. Сегодня 25 июня 2018 года. Февраль, март, апрель, май, июнь. Четыре месяца. Вот, сейчас взвесим. У меня тут есть весы. После того, как взвесим, я не буду показывать весь процесс. Потом мы взвесим чисто тушку. Вот, потому что процесс однозначно показывать не буду. Это незачем. Зачем? Для тех, кто... Мои коллеги, кто содержит кроликов, они и так знают, как это делается. А для тех, кто... Мои покупатели, мои клиенты, для них оно должно быть мясом. Должно быть красивым зверьком и мясом. И не более того. Я даже, кстати, продаю без лапок. Потому что я спрашиваю у новых клиентов, говорю, вам с лапками или нет. Потому что обычно говорю, я без лапок. Конечно, мне это не совсем выгодно, потому что лапка там принесет еще бы свои, там 150 где-то грамм. Вот, к цене. Но лучше, вот они говорят, нет, давай без лапок, потому что как-то... Мясо, но мясо. Все, переходим дальше к нашему эксперименту. Я не первый, кто проводит такой эксперимент. Ну, то просто для себя, раз я все равно это делаю, я хочу для себя заодно его так снять. Поехали. Так, это вот я сниму. Это я сниму. Сейчас я... Для тех, кто не знает, вдруг кто-то еще не знает, кролика никогда нельзя таскать за уши. Это также болезненно таскать кролика за уши, как и вас поднять за уши. Поэтому поднимаем его, как и всех животных, за холку, вот так вот, за шкирку. Сиди. 3610. Не знаю, будет вам видно, нет. 3610 он весит. Все, я отключаюсь. А там дальше... Дальше уже будет видно. Все. Пауза. Вот такая тушка у нас получилась. Ага, сейчас отключу. Чтобы было видно. Видно есть. Итак. Вот его вес. 3610 вес в 4-месячном возрасте. И тушка. Без задней лапки, без... Но с ливером полностью. Ну, я обычно так и делаю. 2 килограмма 120 грамм. Так, сейчас сюда повешу. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот так вот, да? Вот так вот, вот так вот. Итак, что я могу сказать? Теперь уже чисто о моих выводах. Для 4-х месяцев, мне кажется, что это очень даже неплохой вес. Потому что, ну, у меня, собственно говоря, и были такие подозрения. Я взял не самого крупного самца. То есть, это самец. Кстати, да, это все и самец. То есть, самка, наверное, еще больше. Но самок я хочу оставить на дальнейшее разведение. Вот. То есть, при условии, что я их содержал не очень-то вот так вот, чтобы за ними носился. То есть, бывало время, они сидели втроем в клетке. 45 на 60, если не ошибаюсь. И высота 35 сантиметров. А бывало, что у них и корм заканчивался. Ну, всяк бывал, да? За 4 месяца. Вот. То есть, я за ними не носился. Живут они, давайте, я, кстати, даже могу показать, где они у меня живут. Ну, кто следит за моим каналом, те уже более-менее представляют, где у меня животные живут. То есть, это вот. Вот. Тут вот они. Ну, родились они не здесь. Но вот они вот, вот, кстати, да, вот. Это вот брат. Второй брат. Их было трое. Одного у меня купили. Вот. Вот. Собственно, вот у меня советская шиншилла пошла уже. Да? Вот она. Я же говорю, они у меня тут завоевывают пространство. Ой, жарко сегодня. Жарко, очень жарко. Ну, правда, тут вот эта калифорнийская, тут Калифорния у них отжимает место. Жарко, всем жарко. Ладно, вода есть. Поилки работают. Так вот. Ладно, не буду ставить на штатив. Попрощаюсь так, пожалуй. Я думаю, что минимум 50% кроликов у меня будет советская шиншилла. Что у них хорошо, по моему мнению. Знаете, попробую на штатив все-таки поставить. Что хорошо в советской шиншилле, по моему мнению, да? Рожают они, акрол у них больше, чем у Калифорнии. У меня. Давайте так, я говорю только то, что только по своему опыту. Я не буду говорить, что как у вас. Возможно, у вас другие Калифорния, другая советская шиншилла. Вот у меня советская шиншилла три. Я бы тогда приобрел трех самок. Одного самца, три крольчихи, одного кроля. И сейчас у меня получается две линии. Вот сейчас надо будет прикупить еще одного-двух самцов. Вот. У них... Мне понравилось что? У них значительно больше. То есть у них действительно от 9 до 13-14 крольчат. Они выкармливают, мне кажется, лучше. Вес набирает, как вы сами только что увидели, достаточно неплохо. Из минусов... Ну как это, минус плюс. Едят они больше процентов на 20, чем Калифорния. Жрут они хорошо. Вот. Самка, как минимум одна самка, у меня... Меня укусила впервые в жизни, впервые в моей истории с кроликами. Меня укусила крольчиха. Ну так как я был в спецовке, если она мне вот за руку цепанула, но не прокусила, ничего. Просто по спецовке я хорошо получил синячок через спецовку. Но так как она хорошая мама, ей дан второй шанс. Еще раз укусит, она уйдет в суп сразу, автоматически. Если кто-то из Калифорнии делал попытку меня укусить, они сразу уходили в суп. Сразу вот абсолютно. Вот я прям сразу вытаскивал. Но это я решил, чтобы она защищала крольча, таля-тополя. Потом, кстати, через неделю-две я ее брал на покрытие. Я ее спокойно оттуда вытащил. И спокойненько покрыл. То есть она, конечно, может пыталась все сопротивляться, но я знаю, что она уже достаточно агрессивна. Я ее взял, утащил. Сейчас кажется нормально, кормлюсь. Все хорошо. Вот. Еще из минусов, честно говоря, придумать больше не могу. Если честно, мне советским шоу нравиться больше. Дальше посмотрим по вкусу, по мясу. Сейчас, когда я вот разделывал, ну, то есть вот, когда вот, да, мне показалось, вот первое впечатление, мне показалось, так это первый сад шиншилл, который я разделываю, вот, мне показалось, что кости значительно прочнее, вот, что костей там чуть больше, чем у Калифорнии. Мне показалось, не знаю, завтра игру, вот завтра попробуем, сейчас она отлежится в холодильнике до завтра. Этот кролик. И завтра попробуем, как он будет. Причем, я еще не знаю, может быть, его, может вообще шашлык из него сделаем, посмотрим. Не знаю пока, что будет. Вот. Все. Всего наилучшего. Надеюсь, что это вам, кому-то это будет полезно, потому что кроликами занимается много кто, много кто, очень много разных мнений. Я стараюсь прислушиваться к мнению старших. Евгений Макляков, привет. Вот. Я всегда тестирую мнение. Если бы он был неправ, я бы обчетно сказал, что он неправ. Но в данный момент, в данный момент я могу сказать, что по моему личному мнению, советская шиншилла не хуже, чем Калифорния. А в чем-то даже превосходит, по крайней мере, по количеству крольчат в этом самом, ну, в гнезде, вот. Потому что Калифорния у меня выдает стабильно. 8-9 крольчат. 7-9 крольчат, вот так. Ну, это стабильно, вот тут постоянно-постоянно. Где-то кто-то там туда-сюда, у меня получается где-то 6-7 крольчат доживает до забоя. А в Калифорнии, вот в этом, в советской шиншилле у меня с первого, вот с первого помета, сколько родилось, не скажу, не вспомню, но я думаю, где-то 10-11. Сейчас дожило, ну, двое у меня продались. Три самки, это 5-7-8-9 у меня дожили до забоя. Я думаю, это достаточно неплохая цифра. Все. Понравилось видео? Ставьте лайк. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе наших стримов, наших новых видео, потому что новые видео у нас не только по кроликам, у нас есть видео и по жизни в деревне, по собакам. Я профессионально занимаюсь собаками. Вот, это, собственно, основное, чем я занимаюсь, не с точки зрения денег, а с точки зрения образа жизни. Вот. Все. Приходите к нам на канал. Спасибо, что посмотрели. Удачи. Пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.